Дорогие гости, улема и односельчане, джамаат, конечно для нас это очень радостная весть, что среди нас есть такие люди. Вы не думайте, что я как-то хвалю свою дядю, это и ваш односельчанин, и наш родственник, мы одна целая. Поэтому, аль-хамду лилля, мы должны, как предыдущие алимы говорили, воздаст хвалу священному Аллаху за то, что Аллах дал нам такие алимы, ученые. И как односельчанин, также хочу призвать джамаат к уважению старшим, к уважению алимам, потому что алимы мы знаем, пророк, алей-саляту вассалям, после себя оставил ни золото, ни драгоценности, он оставил альм. И вот то, что оставил пророк, нам, саллиллаху алей-салям, эти алимы к себе забрали, и дальше они начали передавать эту драгоценность. Поэтому мы должны уважать этих алимов. Если мы не будем ценить этих алимов, и вокруг них, если мы не будем объединяться, у нас в обществе будет раскол. Раскол каждый человек будет говорить, как он хочет, и каждый хочет, чтобы вокруг его флаг, чтобы люди сплотились, и это называется раскол. Когда у нас есть алимы, мы должны вокруг алимов, мы должны объединяться, уважаемые братья. Мы знаем то, что, к сожалению, случилось в Сирии, в Ираке и в других наших исламских государствах. Это из-за чего, уважаемые братья, получилось. Мы должны взять из этих случаев для нас пример, уважаемые братья. Это должно быть для нас примером. Это все случилось из-за того, что они не сплотились вокруг алимов. А алимы тоже не сплотились в едином мнении. Вокруг единого мнения они тоже не сплотились. Это не наши слова. Это слова нашего алима, доктора Мустафа Буа. Он говорил, вот это то, что случилось, разрушение, вот этот раскол, разруха, это получилось из-за того, что в Сирии случилось из-за того, что они не объединялись. Сперва люди не объединялись, люди не уважали алимов, а алимы тоже так же друг друга не поняли. И случилось вот это. Поэтому мы должны взять из этого пример. У нас есть, альхамду лиллях, который нам много раз говорил Саид Афанда Кудсирову, что у нас есть очень умный. Он также, даже он говорил, нигде нету такого муфтия, как у нас. Самый умный муфтий это у нас говорит. И вокруг муфтия, если все наши алимы тоже будут объединяться, и мы тоже, если будем вокруг алимов объединяться, у нас в обществе в Дагестане будет единство. И нас к этому призывает Аллах Аззава Джалла. Аллах Аззава Джалла в аяте что говорит? Чтобы мы объединялись, чтобы мы держались за веру в Аллаха, и чтобы мы не разделялись, чтобы мы объединялись. А для единства должен быть человек, который у него есть. Аклу, который у него есть. Альму Амал. Это и есть алимы, уважаемые братья. Поэтому, вы извините, тоже долго говорю, дай Аллах нам тавфиq, следовать сказанному в первую очередь мне, и вам тоже. Вальхамду лиллахи румбилля алимбин. Мурад Хаджи, у вас маленькое ответственное поручение есть. Сделать небольшие подарки всем нашим докторам наук. И я приглашаю их всех выйти сюда на сцену. Ахмад Магомедов, пожалуйста, чтобы вас люди тоже видели. Хизлярские ножи, мне сказали, ручной работы, очень такие хорошие, качественные, добротные. Ахмад, оставайтесь на сцене. Мухаммад Аргвани, пожалуйста. Мухаммад. Исамбулат Яхьяев. Мухаммад Уруминский. И Мухаммад Салманов. Совместное фото на память, пускай люди тоже вас увидят. Мухаммад Абраган. Мухаммад Абраган. Исамбулат Абраган. Итог. Мухаммад Абраган. Продолжение следует...